Продолжение следует... 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 Итак, о чем бы ни был спор, участники премии непременно должны назвать себя. Основное требование любого судебного разбирательства, гражданского, уголовного, теологического, это сообщение участниками судебного процесса сведений о себе. Свидетели должны назвать себя, а первым свидетелем, как следует из заявленной темы, является Коран, предметом обсуждения Коран или Библия, что есть Слово Божье. Начнем с Корана. Давайте посмотрим, что Коран говорит сам о себе. Вы хотите знать имя этой книги и имя ее автора? Пусть Коран скажет сам за себя. В суре Ар-Рахман, то есть Милосердный, Аллах говорит, «О Милосердный Бог наш! Он тот, кто научил Корану». Коран, сура 55, аяты 1 и 2. Название книги – Коран. Источник откровения, всемогущий Бог, Коран говорит сам за себя. Я вижу, что некоторые из моих собратьев курят. Это очень серьезная тема. Курение противоречит правилам этой встречи, поэтому, пожалуйста, погасите сигареты. Сура Ар-Рахман, для неарабов является сложным делом, мои братья и сестры, отыскать эту суру в Коране. Где вы найдете в Коране слово «Рахман»? Ведь Коран – это энциклопедия в несколько сотен страниц со 114 главами. Главы называются сурами. В частности, вот этот экземпляр, который у меня в руках. Где вы найдете здесь слово «Рахман»? Где вы найдете здесь слово «Рахман»? Если же у вас есть перевод, подобный переводу Абдулла и Юсуфа Али, он, кстати, продается в ФАЕ, то вы сможете открыть в конце книги алфавитный указатель, и там найти букву «Р», как в словаре. Найдете здесь слово «Рахман», и путеводитель укажет вам на 55-ю главу, которую найти уже легко. А найдя 55-ю главу, а дескать «Ай, ты первый» и «второй», уже совсем просто. Эта книга очень дешевая, это неподходящее слово. Очень недорого. И это за энциклопедию с арабским текстом, переводом на английский язык и комментариями. И все это за 5 фунтов. Вы, жители Великобритании, еще оцените эту стоимость. Когда мне нужно было купить Святую Библию в этом городе, в большом книжном магазине «Хадсонс», она обошлась мне в 9 фунтов 95 пенсов плюс НДС. Коран же на арабском языке, плюс его перевод на английский язык, да плюс комментарии, продается по цене одной книги. 2000 страниц за 5 фунтов. И это издание можно свободно приобрести. Вы должны иметь эту книгу у себя. Лучшего подарка на Рождество родным и друзьям и не придумаешь. Вы можете преподнести Коран в качестве подарка на день рождения своему начальнику или своим подчиненным. А еще он нужен вам самим. Коран говорит сам за себя. И в суре 45, поищите 40-45, аяты 1-2, где сказано, «Исходит откровение сей книги от Аллаха, кто мудр и могуч». То есть Коран называет себя «Я Коран, и мой автор – всемогущий Бог». Теперь перейдем к Библии, Святой Библии. Несомненно, на ее обложке мы имеем слово «Библия». Но кто поставил на обложку это название? Какой прекрасный хрифт. Этот огромный том, о котором доктор Шорофф говорил на предыдущей нашей встрече, собран из 66 книг. Однако он забыл, что у римских католиков Библия состоит из 73 книг. Но ни в 73 книгах римских католиков, ни в 66 протестантских книгах слова «Библия» нет. Удивительная ситуация. Свидетель, у которого нет имени. Безымянный свидетель. В этой огромной энциклопедии под названием «Библия» само слово «Библия» отсутствует. Это выдуманное слово. Используя греческое слово «библион», что означает «книга», ученые и люди состряпали слово «библия». «Библия» значит «книга». Это не название. Хотя сегодня мы его используем как имя собственное. Но слово «библия» как название в самой Библии отсутствует. Библия не говорит «я есть книга Бога». Мы сейчас докажем, что Библия не есть книга Бога. Но давайте сначала рассмотрим, что говорят о Святой Книге сами христиане. У меня в руках книга вот с таким названием «Является ли Библия Словом Божьим?» С большим вопросительным знаком. Этот вопрос задан доктором Шкротджи, а книга была выпущена одним из ведущих библейских институтов мира. Идея написания этой книги заключается в том, чтобы доказать, что Библия – это Слово Божье. И перед тем, как перейти к рассмотрению книги доктора Шкротджи, скажу, что я уже дал свой ответ. Я дал ответ на этот вопрос в своей брошюре под таким же названием. «Является ли Библия Словом Божьим?» Эту брошюру предполагалось вручить каждому из вас. Если вы еще не имеете ее, то можете взять эту брошюру по окончании нашей встречи. А если вы не получите ее здесь, тогда вы можете обратиться в Центр по распространению ислама в Бернингене. Она бесплатная. Брошюра даст вам представление о том, что такое Библия, что такое Тора, Псалтирь, Евангелие. Мусульмане в целом мало знают об этом. Хотя мы и говорим, что верим в Тор, верим в Салтирь, в Евангелие. А что означают эти слова? Мусульмане-то и не знают. Так что, если вы хотите побольше знать об этом, вот книга, которая расскажет вам обо всем подробностях. Но возвращаемся к самим христианам. Что они говорят об этой святой книге, Библии? Доктор Грахам Скроджи цитирует свои книги на странице 22-23, некоего доктора Джозефа Паркера, который в доказательстве того, что Библия – это Слово Божье, рассказывает о том, что это за книга Библия. Это типично по-американски. Эти симпатичные люди просто фантастикой. Джозеф Паркер рассказывает, что представляет собой Библия с точки зрения ее содержания, разнообразия и остроты жизненной ситуации, описанных в ней, и всего другого. Что касается содержания и разнообразия, то он сам говорит, что целые страницы Библии заполнены неизвестными, непонятными именами, такими, которые вы никогда в своей жизни не слышали и вряд ли уже услышите. Генеалогические сведения представлены гораздо шире, чем сведения, скажем, о неотвратимости судного дня. Исторические повествования оборваны на середине. И дня не хватит на то, чтобы понять, чем они заканчиваются. Доктор Граком Скроджи вопрошает в своей книге, есть ли что в религиозной литературе, принадлежащей человеческому перу, что-либо равное этому, сравнимое с этим. Мы вынуждены признать, что ничего подобного нет. Но доказывает ли это утверждение, что Библия — это Слово Божье? Давайте проанализируем фразу за фразой, все, что говорит этот человек. Давайте серьезно проанализируем сентенции подобного рода и те выводы, которые он делает. Да, доктор Скроджи просто гипнотизирует людей словами, красивыми ожерельями и слов, 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 не несущих себе никакого смысла. Послушайте, по его словам, целые страницы заполнены непонятными именами, и о чем здесь идет речь, вы не знаете. И это страница из Библии. Я сейчас прочитаю эти непонятные имена. Имена, которые ни один из вас никогда в жизни не слышал и вряд ли услышат когда-нибудь, даже если доживет доставит. Послушайте. Я не выбираю их из текста. Я всего лишь считаю первую книгу Паралипоменон, глава первая, стихи 11-12. Я хочу знать, есть ли в этой огромной аудитории хоть один человек, слышавший эти имена раньше? Пожалуйста, поднимите руку. Хотя бы один, кто слышал эти имена. Лудим, Аномим, Леговим, Навтухим, Потрусим, Коснухим. Просто удивительно. И эти имена из Святой Книги. Да, Всемогущему Богу было непросто диктовать все это вам. Но что еще более удивительно, таких имен никто не носит. Я спрашиваю вас, мои братья и сестры, знаете ли вы людей с такими именами? Я даю вам шанс заработать по 100 фунтов каждому, кто сможет привезти до конца месяца в Центр по распространению Ислама хотя бы одного человека, в чьем свидетельстве о рождении значилось бы имя. Лудим, Аномим, Леговим, Навтухим, Потрусим или Коснухим. Сотни фунтов за каждого. Доктор Шоруш, слышали ли вы раньше эти имена? Знаете ли вы людей, носящих такие имена? Если вы принесете мне свидетельство о рождении человека с таким именем, тогда 100 фунтов ваши. Как-то в Объединенных Арабских Эмиратах я присутствовал на одной из встреч, где председатель свыщем был доктор Муави Яшинар, мусульманин, палестинец. Обратите внимание, мусульманин, араб, родом, из Палестины. Доктор, спросил я, вы раньше слышали эти имена? Нет, так векил он, не слышал. Как вам не стыдно, сказал я. Так и сказал, как вам не стыдно. На что доктор Муави Яшинар в свою очередь спросил, почему же мне должно быть стыдно? Это же ваши прадцы, сказал я. В Библии сказано, что это предки палестинцев, а вы, являясь палестинцем, этого и не знаете. Знаете, эти прекрасные имена, которые я вам только что посчитал, доктор Шоруш упомянул в своей книге «Иисус, пророчество и Ближний Восток». Помните эту книгу? На странице 55-й он говорит «О рабах пророчествах». Дитя народов, доктор Шоруш, приводит нам родословную народов мира, то есть откуда происходят народы. Дает нам более 40 различных имен. Люди, носившие эти имена, по его утверждению, были праотцами немцев, французов, индусов, иранцев, арабов, евреев, египтян, ливийцев, эфиопов и так далее. Он приводит нам более 40 различных имен на Святой Библии, при этом, однако, не упоминая имени ни одного из своих предсов. Ни одного. Вернемся от нас к нашему доктору Джозефу Паркеру, на которого ссылается в своей книге «Граком Скротджи». Он утверждает, что о генеалогии в Библии сказано больше, чем о судном мире. Как вы думаете, в чем больше заинтересован Господь? В том, чтобы дать нам генеалогические сведения, или в том, чтобы рассказать о судном дне? Разумеется, всемогущий Бог должен быть заинтересован в том, чтобы рассказать нам о судном дне, ведь мы все предстанем перед ним. Одна треть текста Священного Корана касается именно будущей жизни, рая, ада, судного дня. Одна треть. Но наш доктор Джозеф Паркер хвастает тем, что в Библии больше говорится о генеалогии, чем о судном дне. Давайте рассмотрим, что представляет собой Библия. Я приняю с собой два генеалогических списка. Генеалогия — это ваше родословное, где-то исчислялись имена ваших предков. Отца, деда, прадеда и так далее. То есть, история вашего рода. Вот генеалогия Иисуса Христа, согласно Евангелии от Матфея. Вот другая генеалогия Иисуса Христа, взятая из Евангелия от Луки. Эти два вдохновленных автора, вдохновленных кавычках, приводят вам 66 предков Иисуса Христа. 66 предков у человека, не имевшего отца. А ведь мы считаем, что мусульманин не может быть мусульманином, если он оспаривает этот факт. Мы верим, что Иисус Христос был рожден чудесным образом, без вмешательства мужчины, у Него не было отца. Его создателем был Бог, создавший Его велением своей воли. Всемогущий Бог, когда хочет создать что-либо или кого-либо, лишь пожелает, и это становится сущим. А Матфея Лука приводит нам 66 предков человека, у которого и отца ты не был. И они говорят, в этой генеалогии, если исходить из этих сведений, то в двух генеалогических списках встречается только одно общее имя – Иосиф. Плотник же Иосиф там быть не должен. Этот человек там быть не должен. Матфей сообщает нам, что отцом плотника Иосифа, то есть дедом Иисуса, был Иаков. Лука же говорит нам, что дедом Иисуса был Илья. Противоречие? Противоречие. То есть в этом списке есть человек по имени Иосиф, который изначально там быть не должен, а там есть еще и дед Иисуса Христа. В Евангелиях от Матфея и от Луки шесть противоречий. Только лишь родословное из Евангелия и от Матфея содержит шесть противоречий. А Лука сообщает нам еще и следующее. Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифа, Илья. Глава 3, стих 23. Иисус, сын Иосифа, сын Ильи. Слова, как думали, в скобках. Когда будет выступать доктор Шороф, он объяснит вам, откуда взялись эти скобки. Я же хочу сказать, что в самых древних кодексах, рукописях новозаветных книг, хранящихся в Британском музее, Синайском, Ватиканском и Александрийском, которыми хвастаются христиане, слова, как думали, отсутствуют. Поэтому-то и взяли их скобки. Чтобы помочь читателям, мол, послушайте, Иисус на самом деле не сын Иосифа, просто думали, что Иисус его сын. И люди стали думать, что плотник Иосиф отец Иисуса, его предполагаемый, отец. Итак, эти слова в скобках. Но на двух тысячах языках народов мира, арабском, урду, английском, немецком, гуджераке, испанском, зулу, африканс, слова, как думали, имеются, но скобки уже убраны. Примечание редакции. В Библии на русском языке скобки тоже отсутствуют. Видите, как просто в христианском мире изготовить слово Божье. Сначала слово просто заключается в скобке, а в Библии, изданной на языках других народов, слова есть, но скобки уже отсутствуют. То есть, вам говорят, что эти слова, слова Луки. А поскольку Лука был вдохновлен Богом, значит, это слова Бога. На самом деле, они словами Бога не являются. Аллах же говорит, но горе тем, кто пишет книгу своими скверными руками, а после говорит, от Господа сие. Таран 42, а я 70 билет. Они, может быть, и пожнут небольшое урожай, получат небольшое вознаграждение за свои эксперименты. Горе им за то, что пишут их руки, горе им за то, что они зарабатывают на этом. Далее, господин Джозеф Паркер, на которого ссылается доктор Шоруш, говорит, что это не слова Бога. Повествование обрывается на середине, и дня не хватит, чтобы разобраться и сказать, где же здесь окончание. То есть, мы не знаем, где начало, а где конец повествования. Не знаем, о чем вообще идет речь. Как прекрасно. И дня не хватит, чтобы сказать, где заканчивается повествование. Тогда что же происходит? Каков результат всего этого? Вот я приведу вам пример. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресению его вошли в святый град и явились многим». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 52-53. Итак, люди вышли из могил и прошли по городу Иерусалиму. Люди в гробах или покрывала, все изодраны, одни скелеты. Они вышли из могил и прошли по улицам Иерусалима. А что же случилось потом? Все? Точно. Конец. Постойте, когда мертвецы выйдут из могил и пойдут улицам Иерусалима, живые люди наверняка увидят их. И это будет новостью. Это будет новостью мирового масштаба. Знаете, что будет, если люди выйдут из могил в Бирмингеме? Я говорю ему, что это будет жуткой зрелищей. Мертвецы, бредущие по улицам Бирмингема в покрывалах. Я говорю, что это будет новостью мирового масштаба. Но из 27 книг Нового Завета это записано только Матфея. Никто нигде больше этого не видел. Никто. Никто об этом не слышит. Послушайте, если вы вышли из могилы, неужели вы захотите вернуться туда-обратно? Что же с ними произошло дальше? Куда они пошли? Преобразились ли как-то эти люди? Вознеслись ли они на небеса? Что случилось дальше? Ничего. Об этом в Гиблии ни единого слова. Наверняка, если вы выйдете из могилы после смерти, вам захочется опять пойти к своей жене. Разве нет? Итак, недосказанное повествование не хватит и дня, чтобы выяснить, чем они заканчиваются. Есть ли в религиозной литературе человечество нечто подобное этому? Согласитесь, что нет. Доказывает ли это, что Библия является Словом Божьим? Нет, нет и еще раз нет. Повествование, рассказанное наполовину... Сейчас я прочитаю вам фрагмент из книги Судей, одной из книг Библии. После Аода был Самигар, сын Анафор, который 600 человек филистинлян, то есть палестинцев, побил воловьем рожном, и он также спас Израиля. Книга Судей Израилевой, глава 3, стих 31. Итак, слово «рожон». Кто из вас знает, что означает слово «рожон»? Я впервые столкнулся с этим словом еще юношей. Я вычитал его в «Деянии святых апостолов», глава 9, стихи 4 и 5, где рассказывается о том, как Павлу на пути в Дамаск явился Иисус и говорит, «Савл, савл, савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Какую пользу я получил от этих слов? Такое мерзкое, грязное слово. Поэтому, как энергичный и жаждачий знаний юноша, я отправился на кольский ответ на вопрос, «Что это такое?» Но христианские проповедники оказались беспомощными. Да, беспомощными. Они не могли объяснить мне, о чем говорит Иисус, или против чего. Я не буду повторять это слово. Итак, вот Библия, которую брат Шоруш презентовал мне в Ройл-Алберт-Холл, Лондон. Вот это красивое книга. Это Библия, пятое переработанное издание. Брат Шоруш это знает и соглашается с тем, что пятое издание претерпело значительную переработку. Это одна из версий Библии, перевод, который на английский язык был сделан в 1611 году по приказу короля Джеймса. Библия перерабатывалась пять раз, но ее все равно называют «Библией короля Джеймса». Тут какая-то аномалия. Как вы знаете, во времена короля Джеймса, в 1611 году, Библия была собрана воедино. Затем христиане обнаружили что-то не то, и поэтому внесли значительные изменения. Вы понимаете, амблистский язык? Незначительное — это небольшое, а значительное — это большое, крупное. Разве не так? Мелочи. Видите ли, это аналогично тому, что ваш прапрадед составляет завещание, а ваш прадед вносит значительные изменения в это завещание. А ваш дед вносит еще одно значительное изменение в завещание. Ваш отец тоже ведет следующее значительное изменение в это завещание. И потом вы и сами вносите еще одно значительное изменение в это завещание. И при этом вы настаиваете на том, что это завещание соответствует оригиналу, что это последняя воля вашего прапрадеда. Удивительное использование языка. Представляете себе язык, которым они пользуются. Пять значительных изменений, пересмотров. И при этом христиане утверждают, что это версия короля Джеймса. Итак, значительно переработав оригинал, христиане меняют одно оскорбительное слово на слово «рожон». Я спрашивал у американцев, что означает слово «рожон». Что же такое «рожон»? Когда вы выйдете отсюда и встретите англичанина, спросите у него, что такое «рожон». И поверьте мне, он не сможет дать вам ответ. Итак, я привел вам пример. Большое вам спасибо, мои братья и сестры, никогда не слышавшие слово «рожон». Этим словом христиане заменили то неприличное слово, которое присутствовало в более ранних версиях Библии. «Рожон» — это пика или палка, изготовленная из рога крупного рога Троскета. Таким образом, получилось, что Самигар использовал воловий рожон. Это действительно может быть оружием. Но ведь этот еврейский парень Самигар убил 600 палестинцев с этим другим оружием. Тонкой палочкой, длиной в 20-30 сантиметров, неприличное название, которое упоминается в более раннем издании Библии. И это просто чудо какое-то. Мы должны это признать. Как видите, это своего рода воздействие на психику человека. Если один еврейский парень может убить 600 палестинцев, что же тогда остается делать палестинцам? Неужели они не могли бежать, спасая свою жизнь? Что же они ждали? И где? И почему преследователи убивали их одного за другим этим самым рожном? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, еврейский парень с вашим народом о том, как он уложил в палке 600 человек? Я вам потом расскажу, что произойдет на самом деле. Но это еще не все. Далее рассказывается нечто совсем неправдоподобное. Вот Библия. Здесь говорится еще об одном еврейском парне по имени Самсон. Самсон и Далила, Давид и Версавия. Вы знаете об этом истории. Смотрели фильмы. Так вот, об этом парне, Самсоне, я прочитаю отрывок из книги «Судии», глава 15-й, стихи 15-й и 16-й. Нашел он свежую ослиную челюсть. И, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. Смотрите, как красиво получается. Один еврейский парень. Ослиная челюсть убивает тысячу палестинцев. Я хочу знать, а что в это время делали палестинцы? Вы знаете, сколько это? Тысяча. И эту тысячу Самсон убивает ослиной челюсти. Послушайте, если бы тысячи человек лишь только плюнули на этого парня, он бы задохнулся. Но палестинцы почему-то не могут ни убежать, ни даже плюнуть. А затем некоторые христиане все подобные истории в Библии называют чудом. Знаете, нам, пожалуй, следует пойти к израильтянам и сказать, что они напрасно тратят время с этими американскими бомбами. Как вы знаете, они нанесли удар по Бейруту, надеясь навсегда уничтожить палестинцев. Но бомбы не принесли израильтянам ожидаемого успеха. Я вот что скажу, послушайте, пойдите и скажите израильтянам, чтобы они нашли ослиную челюсть, эту волшебную палочку, и... Все вопросы будут решены. Самсон, после того, как убил тысячу палестинцев, запел песню. Ослиная челюсть, горы убитых ослиной челюстью, я убил тысячу человек, ура! Далее, Самсон поймал 300 лисиц. Вы знаете, что это за звери, лисицы? Вы знаете, что такое ловля цыплят в открытом поле? Что такое поймать одного цыпленка, одну акцу, одну козу на открытой местности? Вы знаете, что это за испытание? Вы не пытались этого сделать? Вы пытаетесь поймать хоть одного живого цыпленка, одну живую овцу или козу в поле. А этот Самсон, этот еврейский юноша, в Палестине поймал 300 лисиц. Где он их нашел, 300 лисиц? А вот он поймал и связал их подвое хвостами. Не говорится, были ли это самцы или самки, сказано только, что Самсон связал их подвое. Он связал 300 лисиц, 150 пар, и они дружно побежали, не пытаясь разбежаться, они его послушали. Лисицы, послушайте. Можете ли вы представить себе домашних собак? Маленьких крошечных собачек. Слежите их хвостами в подвое и посмотрите, что они с вами сделают. Но у Самсона, как видите, была волшебная сила. Он поймал их, связал, поджег факелы между хвостами. И Самсон сказал лисицам, чтобы они бежали на жатву филистинскую, и выжиг и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. Он их подвесил, и они сооружили. Фоксы сооружили. Вы понимаете? Тимы животные, и пудли, вы знаете, пудли, как маленькие животные. Вы пытались, 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 пудли, и увидели, что они сделали для вас. Мегасудие Израилевы, глава 15, из-за 5. И лисицы послушались, и побежали, и уничтожили поля, масличные и виноградные сады палестинцев. Я спрашиваю у христиан, неужели вы этому верите? Христиане отвечают, что да, верим. Вы знаете и другого еврейского парня, нашего современника, Сильвестра Сталлоне, который играет главную роль в кинофильме «Рэмбо 3». Так вот, Сильвестра Сталлоне и Самигар, и Самсон в одном лице. Этот парень практически в одиночку убивал русских. Если у вас есть время, вы можете посчитать, сколько убийств он совершает на протяжении всего фильма. Получится 123 трупа. Он победил целую армию и заставил русских оставить Афганистан. Этот «Рэмбо 3» и Самсон, и Самигар в одном лице. Вы можете это увидеть в кино. В кино вы можете делать все. Но даже «Рэмбо» не удастся поймать 300 лисиц, которые бы его ослушались, зажечь факелы между их хвостами и затем отправиться на уничтожение палестинцев. Это ему не удастся. Он говорит, что это нечто, чего нельзя достичь никакой волшебной силы, никакой волшебной кинокамеры. Но у «Рэмбо» тех времен это получалось. Он это сделал. Самсон и Самигар, «Рэмбо» тех времен это сделали. Видите, как перекручивают мозги людям. Чем более абсурдные, невероятные, фантастические, невообразимые вещи прилагаются, тем более правдоподобными они кажутся для суеверных и легковерных людей. Давай, продолжай. «Твоему воображению нет предела, преувеличивай, и всегда найдутся люди, желающим в это уверить». Они воспринимают небылицы без колебаний, веря, что это вполне может произойти, так как подобное уже есть в Библии. Книги, на которую стремлены их надежда. Так что же это? Мы еще вернемся к этому вопросу. Итак, как вы знаете, христиане говорят, что Коран переписан, подделан, что он заимствован у иудеев и христиан. Во время последних дебатов в Лондоне, доктор Шорох произнес, «Я бросаю вам вызов. 75% текста прекрасного Корана, написанного на моем прекрасном родном языке, взяты из Библии. И я настаиваю на том, чтобы вы заглянули в Библию и убедились в том, где находятся источники Корана». Он так и сказал, «Я бросаю вам вызов». Я цитирую его слово в слово. Вы можете посмотреть видеокассету, она есть по ней. Я коснулся этого вопроса подробнее, если у меня будет время. То есть, доктор Шорох утверждает, что Коран списан с Библией, что это плагиат, что в Коране виден почерк Библии. Но Коран отвечает на этот вызов. «Для защиты Корана всемогущий Бог, вы знаете, не нуждается в моей или вашей помощи». В Коране, тем, кто утверждает, что Мухаммад писал Коран, Господь говорит, «Составьте хоть одну подобную суру и призовите всех, кого хотите, свидетели себе, помимо Бога». Коран, сура 2, ая 23. Иными словами, это вызов. Вот он, вызов неверующим, тем, кто утверждает, что Коран не слово Аллаха, а дело рук человеческих. Итак, господин Шорох утверждает, что Мухаммад переписал Коран из Библии. Переписано, переписано. Я спрашиваю, а если что переписывают? Что у вас есть такого, что стоит переписать? Брата Шорох. Давайте, продолжайте. Вы же все знатоки, видите ли, и у западноевропейцев, и у американцев. Всегда есть хорошее оправдание. И у Сваггарта было хорошее оправдание. И у Джерри Фолкмана было бы хорошее оправдание. А заключается оно в том, что никто из них не знает арабского языка. Но у доктора Шороха, к счастью, нет такого оправдания. Он урожденный араб, но не мусульмане. Его предки исповедовали христианство до прихода ислама. Учтите это. В Бернингеме на одной из моих встреч он с гордостью утверждал, что среди арабов 10 миллионов христиан. То есть 10 миллионов, а сейчас, может быть, и больше. 40 миллионов. 40 миллионов арабов христиан. Пожалуйста, можете исправить меня. На видеокассете было сказано, что 10 миллионов. 10 миллионов увеличивает уже до 40. Все вполне нормально. Это арабы-христиане. Так один из крупнейших евангелистов Америки, в теле-евангелистов, написал книгу о инцесте, кровосмешении. Вы знаете, что такое кровосмешение? Если вы, например, вступаете в чьей-то жену или дочери в сексуальный контакт вне брака, это называется, как вам известно, прелюбодеянием, изменой, блудом. Но когда вы ложитесь в постели собственной матерью, собственной дочерью или сестрой, это уже кровосмешение, инцест. В этой книге Бога, Библии, описаны 10 случаев инцеста. 10! Просто усебник по инцесту. Хотите знать, какова статистика в моей стране? Так вот, 8% всех белых граждан Южной Африки, большинство из которых христиане, вступают в половую связь со своими дочерьми. И 13% американцев вступают в половую связь со своими дочерьми. Наш брат, психиатр, может подтвердить это. Некий доктор Джонс, психолог, провел эксперименты среди школьников, которым читал с определенного рода литературу. Вы же знаете, в зависимости от информации, которую получает человек, от книг, которые он читает, формируется его менталитет. Если вы читаете дурную литературу, вы просто глупеете. Если вы видите дурную писью, то и ваш ребенок будет с рождения глупым. Если вы читаете дурную писью, то и ваш ребенок будет с рождения глупым. Удивительно, но Мухаммад почему-то не переписал из Библии в Коран ни одного из десяти слухов инцестра. Далее. В Библии вы читаете об изнасиловании. И не просто об изнасиловании, а о том, как это делается, как насиловать свою собственную сестру, если вам этого захочется. Технология этого дела преподносится вам во всех деталях. Таким примером может служить один из сыновей Давида. Здесь вообще описан случай группового изнасилования. Сын сожительствует с десятью женами своего отца. С десятью. Я говорю ему, что это все описано в святой книге. Одна женщина-христианка здесь, в Великобритании, написала письмо, в котором она требует запретить эту книгу. Запретите Библию. Запретите ее. Не более и не менее. И, по моему мнению, любая книга с таким содержанием должна быть запрещена. И, по моему мнению, любое книги. Listen America by Jerry Falwell And he gives us a list of the crime rate The way it has increased in America This is from his book The type of things that you read This is what you read And the result Book of Judges The book of the Bible Chapter 16 verse 1 I'm reading Diligent listeners Pay attention Then Samson went to Gaza You know Gaza? With this palestinian children In the Bible Jesus, the Biblical And the Biblical On the page 35 Dr. Shorosh Kromi perich And the Biblical The Biblical And the Biblical The Biblical и увидел там блудницу, проститутку. Самсон вступил с ней в связь. Точка. И далее нет ни единого слова или фразы в осуждении того, что сделали этот парень и эта палестинская проститутка. Как будто так все и надо. Это великий герой. Он прибыл в газу и тут же вступил в связь с проституткой. В современной версии Библии говорится, что он провел с ней ночь. Что за нравы? Многие из вас видели экранизацию книги Яна Флеминга «Агент 007». Джеймс Бонн, как вы знаете, где бы не увидел красивую женщину, непременно ложился с нею в постель. Это для него все равно, что пообедать. Вот он, источник, откуда Ян Флеминг мог пощеркнуть свою идею. Это самая книга. Библия. Библия рассказывает вам о том, как этот парень прибывает в газу. Обратимся к книге Исаии, глава 7, стих 20. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем ассилийским, голову и волоса на ногах, и даже от нее к борту. Клянусь Аллахом, нанятой бритвой, горло, перерезанное нанятой бритвой, мы зовем таких людей головорезами. Обреет тем, кто по ту сторону реки бритвы, нанятую, царем ассилий, обреет вам головы и волосы на ногах. Не говорится только, докуда он, Господь, их обреет. По этому поводу вы обращаетесь за разъяснение к своему отцу. Но он, как вы знаете, скажет, что об этом говорится и в Евангелии от Марка. Всемогущий Бог. Он возьмет и обреет людям головы и волосы на ногах. Что же вы делаете с Богом? Вот еще один абсурд. Читаю из второй книги царств. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него, наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. Вторая книга царств, глава 22, стихи 9, 10 и 11. Из его уст пошел дым. Из уст Бога. Люди научились курить. Вот, скорее всего, откуда вы взяли, что из его уст пошел дым. Вот, откуда мысль о языках пламени, о поедающем огне из его уст. Бог подобен дракону. А как расценить слова о том, что он, Бог, воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, как это следует из 11 стиха? Он понесся верхом на херувиме. Он, всемогущий Бог, он сел верхом на херувиме и полетел. Всемогущий Бог летит на херувиме. Вы знаете, что такое херувим? Знаете? Нет, не знаете. Я сейчас поясню это вам. В своей книге «Библия», «Пророчество» и «Ближний Восток» доктор Шоруш рассказывает о соборе святого Петра в Риме. Должно быть, он посещал этот собор. Это огромная церковь в Ватикане. Однажды мне там пришлось побывать. Молодые люди заставили меня сфотографироваться. На одной из фотографий был изображен херувим, христианский ангел. Так вот, знаете ли вы, у христиан ангелы это прекрасные женщины с крыльями. В западном изобразительном искусстве, архитектуре, живописи вы можете увидеть красивых женщин с крыльями. Это, знаете ли, взрослые ангелы. А херувим – это ангел-ребенок. Вы можете проверить это по толковому словарю Коллинса на английском языке. Херувим – ангел в детстве. Я думаю, вам приходилось видеть изображение херувима. В соборе святого Петра херувима высечены из мрамора телесного цвета. Это обнаженные девушки с крыльями. Вы видите их грудь, соски, пупки, а приблизившись, обязательно нежно притронитесь к ним. Миллионы рук прошлись по этим мраморным пупкам. Вы можете догадаться, что каждый, проходящий мимо, хочет непременно потрогать этот мрамор. От прикосновения миллионов рук мрамор наэлектризовался и излучает свечение. И при прикосновении к нему можно получить достаточно ощутимый электрический удар. А теперь представьте себе. Всемогущий Бог передвигается верхом на таких существах, на этих молодых девушках, молодых христианках. Ему был неведом вертолет этому нашему Богу. Он ничего не знал и о ковре самолете, совершенно ничего. Вместо этого Бог передвигался верхом на девушках. И что вы только читаете? Что за посмешище вы делаете из Бога? Разве Бог вам говорил что-нибудь насчет этого? Именно это и больно мусульманам. Разве Бог говорит вам, что катается на девушках, причем обнаженных? Какой стыд! Некий араб-христианин в своей книге «Черное золото и священная война» советует американцам, как надавить на арабов, как нажать на них. А ведь он сам араб. Его зовут Исхак. И в этой книге он учит и американцев, и западноевропейцев, как прижать арабов. Кстати, он в этой книге описывает и всемогущего Бога. Он говорит, я читаю на странице 70-й, «Мусульманский взгляд на Бога, как на состарившегося араба, такого себе престарелого Бога-араба, впавшего в детство». Откуда он это взял? А взял он это из Святой Библии. Арабы описывают Аллах, потому что идеи, которые он получил из его книги. Он говорит, я читаю, пункт 17, «Мусульманский взгляд на Бога – это из-за того, что черубик араб. Вы знаете, молодец, но маленький ребенок, как Бог, Аллах». Знаете, в этой книге всемогущий Бог, если это, конечно, книга Бога, по-видимому, неравнодушно относится к палестинцам. Он относится к ним по-особому. В первой книге царств, глава 18, стих 27, говорится, что «Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистинлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя». Вот этот Давид, мир ему, который убил 200 палестинцев и принес царю их крайнюю плоть. Вы знаете, что когда вы совершаете обрезание, эту кожу вы должны быстро выкинуть прочь. Так вот, мой вам совет, не выбрасывайте кожу. Ее можно использовать в качестве валюты. Он убил 200 филистинлян, то есть палестинцев, а затем принес царю их крайние плоти в полном количестве. Он просто взял, да и пересчитал. Одна крайняя плоть, вторая, третья. Подобно тому, как он бы считал деньги, один фунт, два фунта, три фунта, он насчитал 200 крайних плоти наличностью, чтобы получить жену, принцессу Милхову, дочь Саула. За Милхову, первая книга царств, глава 18, стих 27, он расплатился крайнею плотью палестинцев, используя кожу в качестве денег, причем денег очень дешевых, ведь он насчитал их аж 200. Еще один подобный случай. Филистинляне и Моисей. Я читаю из книги чисел, глава 31, стихи 15, 17 и 18. И сказал им Моисей, «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя». Итак, оставьте в живых всех детей женского пола. Это значит, молодых девушек, не маленьких девочек. Маленькие девочки — это лишние обузы, их нужно кормить и воспитывать. Для этого нет времени. «Но оставьте для себя в живых всех молодых палестинок, которые не познали мужчину». Это наущение дано израильским солдатам на поле боя. Итак, когда они видят молодую палестинку, как проверить, имела ли эта молодая женщина интимную связь с мужчиной или нет? Как в этом удостовериться? Солдат не знает. Единственный путь для него — обесчестить этих палестинок, чтобы проверить, был ли в них мужчина. И если они обнаружат, что девушка уже имела связь с мужчиной, что эта девушка уже не первой свежести, то отрубите ей голову. Не оставляйте же ее себе. И солдаты взяли себе 32 тысячи палестинок, не знавших мужчин. Обесчестив 32 тысячи палестинок, они взяли их себе. Из этого числа всемогущий Бог тоже должен был оставить для себя кое-что. В книге чисел, глава 31, стих 40, сказано, «И дань из них Господу 32 души». Я спрашиваю, что же Бог будет делать с этими палестинскими девушками? И вы говорите мне, что это все слово Божье? Бог дал воинам такой шанс. Они идут и проверяют. Бог научил их этой мерзости и грязи. Убейте каждого малолетнего ребенка мужского и женского пола. Убейте их всех. Вы должны оставить только молодых девушек, не знавших мужчин. Нет, нет. Бог свят и велик. Если действительно ты веришь в Бога, я спрашиваю тебя, мой дорогой брат, неужели ты веришь этому израильскому фольклору? Веришь? Я вижу, что доктор Шоруш отвечает утвердительно. Что же происходит? Что случилось? Если вы верите во все это, значит, произошли изменения в вашем менталитете. Доктор Шоруш в своей книге «Иисус, пророчество и Ближний Восток» на странице 80-й пишет о том, что для него является странным, что арабы борются за Палестину. Это странно, утверждает он. Я цитирую. Арабы контролируют 3 миллиона квадратных миль на планете, но не допускают туда израильтян, родственный себе народ. Спросите евреи, считает ли он вас своим родственником? Евреи же имеют всего лишь 10 тысяч квадратных миль. Это все. Только лишь 10 тысяч квадратных миль. Да, они сейчас имеют Палестину, которой арабские народы владели дольше, чем она находилась под контролем потомков Иакова. И при всем этом Бог обещал ее евреям. Далее, на 61-й странице своей книги доктор Шоруш утверждает, что на самом деле, согласно книге «Бытия», глава 15 стих 18, и книге пророка Еремии, глава 23 стихи 7 и 8, по завещанию евреи должны владеть территорией от Нила до Ефрата в 180 тысяч квадратных миль. И доктор Шоруш уже готов отдать эту территорию израильтянам. Почему же так произошло? Палка Самигара и ослиная челюсть Самсона сделали свое дело. Видите, какова психология человека. Далее, «А как насчет Южного Ливана?» Об этом доктор Шоруш говорит на странице 68-й. А как насчет израильтян в Ливане в июле 1982 года? Брат Шоруш утверждает следующее. «Согласно пророчеству, Южный Ливан считается частью Великого Израиля». Так что, зачем нам волноваться на этот счет, о чем мы плачем? О чем вам, ливанцам, арабам, беспокоятся? Все эти земли обещаны евреям. Отдайте эту территорию им. В своей книге доктор Шоруш проливает крокодильи слезы. «Освобожденная Палестина, плачь са он, говоря о страданиях своего собственного народа». Я цитирую его слова. «Более двух миллионов арабов, мой народ, страдают. Их убивают, подвергают насилию, они больны и одиноки». Двоюродный брат доктора Шоруша был убит евреями. Но к чему все это в конце концов привело? Его народ страдает, как он сам утверждает. Его народ, по его же словам, испытывает горечь, болезни и одиночество. А он, доктор Шоруш, в это время проливает крокодильи слезы. На 175-й странице доктор Шоруш говорит, что можно предоставить палестинцам право иметь свое небольшое государство на западном берегу реки Иордан, но не более, чем только со своей полицией, то есть с полицейскими, которые лишь контролировали бы транспорт и тому подобное. Но без постоянной армии, никакой постоянной армии. Удивительно, но сегодня в утренней газете «Санди Таймс» слышится эхо этих самых настроений. Исхак Шамир толкует то же самое, предлагая палестинцам, «Подождите, только подождите до окончания выборов, и тогда мы отдадим вам западный берег реки Иордан». Давайте-ка я прочитаю его слова. Я не хочу перевирать нашего друга Исхака Шамира. Исхак Шамир, премьер-министр Израиля, сказал палестинцам на западном берегу, что правительство может даровать некоторую власть оккупированным территориям, но только после проведения израильских выборов в этом году, то есть позже у вас будет шанс для исполнения ваших желаний. Примечание редакции. Этот диспут состоялся в 1987 году. Что бы вы ни предлагали, этот парень говорит, что в Палестине будет предоставлена автономия, ограниченная автономия, будет дана возможность управлять этой территорией, то есть все, кроме вопросов безопасности. Точно так и сказано, слово в слово. Как будто бы они договорились между собой. В Израиле доктор Шорош бывал довольно часто. Вскоре после войны 1967 года он пробыл там в течение шести месяцев. Он там был и после войны 1973 года. Вот опять фотоснимки. Он помогает раненым израильским солдатам. Как это прекрасно. На более чем 30 фотоснимках, сделанных в освобожденной Палестине и помещенных в этой книге, нет ни одного палестинского беженца, ни одного фотоснимка. Только израильские солдаты. В среднем два раза в год он возит паломников из Америки в Палестину. Что это значит? Это значит, вы верите, что вашему народу судьбою готово стать рабами, кормом для скота, пушечным мясом. Я спрашиваю, так это книга Бога? Я хотел бы увидеть палестинца, которая отправится в Газу и скажет ее жителям, мол, слушайте, земли от Нила до Ефрата, все это должно быть отдано евреям. Южный Ливан должен быть отдан евреям. Так что же из этого следует? А то, что эта книга сделала свое дело. Эта книга, Библия, прекрасное средство в деле порабощения умов. В Коране даются критерии оценки истинности Священного Писания. Вот один из них. Коран, 44, аят 82. Что ж им не поразмыслить над Кораном? Не будь от Бога он, в нем много бы нашлось противоречий. А последовательно ли Библия? Посмотрите, ведь она же полна противоречий. Я приведу вам лишь один пример. Я прочитаю отрывок из Нового Завета. «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил ни одного». Евангелие Теанна, глава 18, стих 9. Примещение редакции. В Библии на русском языке вместо слова «ни одного» употребляется слово «никого». «Ни одного» означает «никого». Кто это говорит? Иисус. Откуда вы это знаете? Да потому что это прямая речь. Спросите любого христианского проповедника, и он скажет вам, что это слова Иисуса. А Библия, которую дал мне, спасибо, брат Шоруш, называется «краснобуквенная Библия». «краснобуквенная». Это значит, что все слова, сказанные Иисусом, напечатаны буквами красного цвета. Так что очень-очень просто выяснить, произносил ли Иисус эти слова. Откройте Евангелие Теанна, главу 18, стих 9, и вы увидите, что эти слова напечатаны красным. Это означает, что это слова Иисуса. Слова Иисуса в Библии, вышедшие после пятого, значительно переработанного издания. Это означает, что из тех двенадцати человек, которых дал Иисусу Бог, он, Иисус, не погубил ни одного. Но в Евангелии Теанна, в главе 17, стих 12, тот же самый Иисус говорит, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, кого Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Иисус разговаривает с Богом. «Тех, кого Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. Никто из них не погиб, кроме сына погибели, кроме одного, Иуды и Скариота». Итак, в главе 18 Иисус говорит, что не потерял ни одного человека, а в главе 17 говорит, что потерял одного. Так что же Иисус сказал? Один или ни одного. Ведь это противоречие. Один или ни одного. Ведь не подразумевается же здесь одно и то же, не правда ли? Между первым и вторым словом целая пропасть. Так что христианские ученые-мужи проявили большую изобретательность, выпуская книгу с красными словами. У меня есть и другое издание Библии, шестое, значительно пересмотренное издание Библии Короля Джеймса. Другая версия Библии тоже в красном цвете и напечатана тем же издательством Нельсон Пресс. Откройте ее. Вот Евангелие Теана, глава 18, стих 9. Но здесь эти слова уже в черном цвете. Так что же произошло? Смотрите-ка, они поменяли цвет с красным и черным. Да, они все-таки увидели здесь противоречие и внесли коррективы, изменив цвет, но оставить кавычки. Так кто же произнес эти слова? По-моему, когда вы в суде даете показания и в первый раз говорите слово «один», а в другой раз говорите слово «не одного», вас могут обвинить в лжесвидетельстве, даче ложных показаний. Вы это знаете. Итак, теперь Иисус оказался припертым к стенке, потому что, спрашивая Иисуса, вы ставите его в затруднительное положение. Или же это был не Иисус? Может быть, Иисус об этом ничего не знал? Тогда вы ставите к стенке апостола Иоанна. В 17 главе вы написали «один», а в 18-й не «одного». Как у вас так получилось? Но христиане считают, что апостол Иоанн вдохновил Святой Дух. «А кто такой Святой Дух?» «Святой Дух» — это Бог? Итак, теперь возле стенки оказался Бог. Простите меня, уважаемый, не вы ли произнесли в 17-й главе слово «один», а в 18-й вы сказали «не одного». Не так ли? Вам известна разница между этими словами? Так что же, нам об этом нужно спрашивать Бога? «Послушайте, вот мы утверждаем, что это не слово Бога». Неужели вы не видите, что это не слово Бога? Мы объясним вам разницу между словами «один» и «не одного». Критерий оценки истинности слова Бога дает нам Коран. В Коране сказано, что Он, Коран, не спослан для подтверждения того, что истина в предыдущих откровениях, и что Он призван обеспечить сохранность и защиту предыдущих откровений. «Не спасла ли мы Тебе, Мухаммад, Писание это как истину, для подтверждения того, что прежде было сказано в Писании, чтобы предохранить их от всякого искажения?» Коран, 45, аят, 48. Теперь посмотрим дальше, что же происходит. Посмотрите, в Библии говорится, что Моисей захотел увидеть Бога, но Бог отвечает ему, что ни один человек, увидев Бога, не может после этого остаться в живых. «Моисей сказал, покажи мне славу Твою, и потом сказал он, Господь, лица моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход, глава 33, стихи 18 и 20. Но Моисей настаивает, «О Господи, я должен Тебя увидеть». Так как Моисей обрел благоволение в очах Бога, Бог говорит ему, «Стань на этой скале, когда же будет проходить слава Моя, я поставлю Тебя в расселение скалы и покрою Тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо». Исход, глава 33, стихи 21, 23. «Итак, Моисей увидел Бога со спины, с обратной стороны, потому что, как говорит ему Бог, лица Моего не можно Тебе видеть». Но та же книга Библия рассказывает нам, что Иаков видел лицо Бога, и на рек Иаков, имя месту сему, пинуил, ибо, говорил он, «Я видел Бога лицем к лицу и сохранила с душа Моя бытие», глава 32, стих 30. «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Исход, глава 33, стих 11. «То есть не отворачивает от него». Итак, мы хотим узнать, какие же из этих слов слова Бога. Видел ли Моисей его лицо, или же он видел Бога только сзади. Что это означает? Почему Бог не собирался показывать свое лицо? Лицо! Человеческое лицо? Вы можете задуматься, а можете не задумываться над тем, является ли эта книга словом Бога. В Библии говорится, что Бог создал небеса и землю за шесть дней, а на седьмой день Он почил, то есть после утомительных и тяжелых шести дней работы Ему требовался отдых. В Коране же сказано, что Бог сотил небеса и землю и все, что между ними за шесть дней, и совсем не устал. «Мы сотворили небеса и землю, и все, что между ними за шесть дней, и не коснулось нас усталости». Коран, 40, 50, ая 38. Итак, делайте свой выбор. Я еще раз говорю, делайте свой выбор, или Библия, где Бог отдыхал, почивал после шести дней созидания, или же Коран, где Бог говорит, что не коснулось его усталости, когда он создавал мироздание. Далее, на прошлых дебатах наш доктор Шорош очень много говорил насчет того, чем Бог питается. По его словам, мы лишаем Бога удовольствия и есть пищу. Как вы знаете, Аврааму явились ангелы, и Авраам приготовил для них еду, и они, ангелы, как утверждает Библия, ели. И всемогущий Бог, оказывается, ест, и ангелы, они тоже едят. Возьмите Коран, найдите аналогичное повествование о том, как ангелы посещают Авраама. В Коране Авраам говорит, что ангелы Господа не едят пищи. Итак, сделайте свой выбор, Коран или Библия. Вот еще пример, последний. Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Евангелие от Марка, глава 10, стих 27. Мы согласны с этим. Для Бога все возможно. Но Библия гласит следующее. Господь был Сиудою, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Книга Судии, глава 1, стих 19. Иуда и Бог вместе выдворили жителей гор, но они не смогли выдворить прочь жителей равнинных земель, потому что у жителей равнинных земель были колесницы из железа, то есть, говоря современным языком, танки, бронированные машины. Так что всемогущий Бог и здесь помочь Иуди не смог. В Коране же сказано, что Аллах исполняет все, что намеревается. Так что делайте свой выбор. Коран, но Библия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Большое спасибо, господин Дидат. Прошу сохранять полное молчание и заранее благодарю за уважение аудитории к доктору Шурушу. Мы просим его дать свой ответ, господину Дидату. Господин председатель. Высокие гости, дамы и господа. Я приветствую вас во имя Иисуса Христа, человека из моего родного города, моего Господа и Спасителя. Итак, перейдем к нашей теме. Коран или Библия? Что является Словом Божьим? И христиане, и мусульмане сталкиваются в глобальном масштабе с ростом атеизма, секуляризма и материализма во всем нашем Большом Доме. Это волна, охватившая всех людей, все пять миллиардов. Потрясают масштабы неразберихи в доктрине о Боге, неразберихи, охватившей нашу планету. Мы обязаны укреплять веру тех людей, кто верует, вселить в них доверие к божественному откровению. В этот поворотный период истории многочисленные сообщества христиан и мусульман в некоторых районах земного шара, таких как Россия и Китай, испытывают на себе жестокое давление. Власти стремятся заставить их отказаться от своей веры. Мы, и христиане, и мусульмане, вместе должны подняться и отстоять абсолютную ценность десяти заповедей, а также высокие, испосланные Господом нравственные нормы, содержащиеся в нашем Писании, противопоставив их тому, что хотят навязать нам безбожники. Несколько лет тому назад, в Китае, меня и моего помощника господина Споксона, который сегодня здесь присутствует, двое наших гидов, уроженцев Китая, их родители были ссыльные миссионеры, убеждали нас не говорить китайцам, что Запад более передовой, чем Восток. Забавно и удивительно. Я поинтересовался, а честно ли это? Да, это будет честно, последовал ответ. Почему, настаивал я, мы не хотим расстраивать мысли и чувства китайцев, поскольку они убеждены, что являются самым передовым обществом во всем мире? Таков был их ответ. Разрешите спросить, какова была бы ваша реакция на подобную ситуацию? Как долго вы можете заслонять луч правды от глаз людей, которым нужно, если следовать вашим принципам, просто навсегда завязать себе глаза или отправиться жить в пещеру, отвергнув все в этом мире, все, кроме догма? Нет, нет, нет. Пришло время развязать глаза миллионам наших собратьев. Бог повелел в первый день создания мира. Да будет свет. И стал свет. Дитие, глава 1, стих 3. Поэтому на этот очень серьезный вопрос, Коран или Библия, что из них является Словом Божьим, я акцентирую внимание на Коране. Да, Коран является Словом Божьим, и нет, Коран не является Словом Божьим. Пожалуйста, помните, что я один из исследователей. Я один из тех, кто ищет факты, а не вымыслы, занимается исследованием ради истины, а не ради лжи, стремится найти верный путь. Моя диссертация на соискание степени доктора философии, степень присвоена мне всего лишь три недели назад, озаглавлена так, понимание ислама. Я хочу понять и узнать больше о Коране, о пророке Аравии, пророке ислама, о религии большинства арабов. Я говорю большинства, так как получил статистические данные по состоянию на прошлый год, свидетельствующие, что в мире сейчас 174 миллиона арабов, из них 14 миллионов, заявляют, что исповедуют христианство. Поверьте, я в своих изысканиях стремился быть объективным, осторожным, честным. Я много раз проводил время в посте и молитве. Сейчас я представлю вам результаты своих исследований. Надеюсь, что вы подойдете к ним без предубеждения, с желанием выявить истину, а не только с желанием удовлетворить свой личный интерес. Итак, мои результаты не очень вас обрадуют. Как ни обрадовали они и меня. Очень возможно, что ваша традиционная вера через несколько минут пошатнется, а ваш разум будет повергнуть сомнению. То, что я собираюсь вам представить, я представляю с любовью к истине. Этот материал предлагается вам в наставление, а не в обиду. Мы хотим досконально проанализировать, прозондировать, изучить и исследовать нашу тему. Но я вижу, вы боитесь, что вы можете утратить рассудок, как те из вас, которые сейчас подпрыгивают на своих местах, вместо того, чтобы сохранять ясность ума. Тогда мой совет – пожалуйста, встаньте и покиньте нас прямо сейчас. Однако, перед тем, как вы решите для себя, как лучше поступить, позвольте мне напомнить вам, что вы имеете ровно 60 минут. Через час мы будем отвечать на вопросы. Делайте пометки, задайте вопросы, и мы попытаемся на них ответить. Мы надеемся, что вы понимаете, что тут не боксерская ринг и не цирковая арена. Если хотите развлечься, то вы можете пойти в кино или в театр. Мы с господином Дидатом просим вас, будьте добры, освободите помещение и оставьте нас с миром. Хотя я, ваш слуга, воистину человек миролюбивый. Моего первого сына зовут Салам. По-арабски это значит «мир», от чего я зовусь Абу Салам. Газета «Сандиэкспресс» на рекламном щите, которую я видел на крыше моей гостиницы, разместила свой девиз, когда все идет трахом, и люди начинают работать мозгами. Итак, давайте думать. Но вернемся к нашей китайской истории. С 1976 года Китай открыл свои двери во внешний мир, и китайцы увиделись, что существуют другие нации, которые и в социальном, и в научном, и в техническом плане являются более передовыми, чем они. У них популярна сейчас поговорка «Китай, наконец, поднялся с коленей». Иными словами, Китай стремится идти в ногу с передовыми странами. Даже Советский Союз после 70-летнего гнета с приходом гласности приступил к структурной перестойке. Благодаря господину Горбачеву, Сталин сейчас признан тем, кем он был в действительности – убийцей своего собственного народа. 26,5 миллионов человек. Итак, мусульманский мир веками был убежден, что их религия лучшая, а Коран – последний завет. Если это не вымысел, то Коран, как достоверный документ, содержит только правду. В Коране сказано, что ислам терпимо относится к другим религиям, не чинит препятствия верующим в отправлении их религиозных обязанностей. Почему же тогда правительства некоторых мусульманских стран так боятся свободы вероисповедания? Эта свобода гарантирована гражданам любой индустриально развитой страны, любой христианской страны, но отвергнута мусульманских странах. Почему объединенные Арабские Эмираты на прошлой неделе отказали мне вовезной визе, когда я хотел приехать в тамошнюю церковь с проповедническими целями? Ведь господину Дидату, насколько мне известно, никогда не отказывали в разрешении на въезд за многие христианские или индустриально развитые страны мира. Кажется, что передо мной воздвигли непреодолимую стену, более мощную, чем китайская или берлинская. Почему в Саудовской Аравии человеку отказывают в гражданстве? Только потому, что он не мусульманин. Мы знаем о железном занавесе, бамбуковом занавесе, но немногие, видимо, знают о существовании мусульманского занавеса. Почему в большинстве мусульманских стран, спасибо Богу, что не во всех, женщины и дети чувствуют себя такими несчастными? Если мусульмане действительно боятся касаться этих вопросов, то мне хотелось бы предложить им посмотреть правде в глаза. Нам в любом случае предстоит обсуждать эти вопросы вместе. Я согласен, что такое может только присниться, когда закрытые страны откроют свои двери свежему ветру свободы и свободе вероисповедания тоже. Да, свободы, как это провозглашает Иисус Христос. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 36. Мужчины и женщины, юноши и девушки, говорящие на разных языках, из разных племен, рас и мест на земле, сделают свой выбор, принимая или отвергая откровения Бога в Иисусе Христе, и не будут остановлены в своем выборе исламом или любой иной религией. Я верю, что если они примут Христа, заметьте, пожалуйста, что я не сказал христианство, если они научатся любить Бога больше, чем все остальное, то через посредство Святого Духа они научатся любить и прощать друг друга и жить в мире. В истории человечества было много революций, социально-экономических, технических, много религий было на земле, но все лучшее еще впереди. И это лучшее откровение истины. Давайте теперь заглянем погружу. Вот некоторые результаты моего аналитического исследования, касающиеся Корана. И вот на чем я настаиваю. Коран – это не слово Бога. Далее, когда я объясню, почему Коран не является словом Бога, я буду иметь возможность оценить вашу доброту, доброту присутствующих в этой аудитории мусульман. Позвольте мне назвать вашего пророка, либо пророк Аравии, либо по имени, ведь мусульмане, в конце концов, при упоминании имени нашего пророка, не называют его нашим Господом Иисусом Христом. Итак, господин Гидат, не могли бы вы сказать нам, что означает само слово Библия? Каково происхождение этого слова? Откуда оно пришло? Это поможет господину Гидату объяснить вам, откуда же мусульмане взяли имя Иса, которое упоминается в Коране, если по-арабски это имя звучит как Ясу. Я хотел бы узнать об этом. Я также хотел бы задать господину Гидату еще один вопрос. Не расскажете ли вы этой огромной аудитории о своей необыкновенной книге Аль-Коран, этом чуде из чудес? Дорогие мои друзья, своими многочисленными видеофильмами, книгами и аудиокассетами этот господин ввел в заблуждение множество людей. В них он рассказывает о чудесной цифре 19. Мне кажется, что на эту теорию он возлагает свои надежды. Какая ученость, какие блестящие, просто сказочные исследования с помощью нумерологии. И мне интересно, что же получится из этой теории. Мусульмане говорят, что Аллах наиболее ясно проявляет себя в книге, а не в личности Мухаммада. А христиане же, наоборот, верят, что началом всего было слово, и слово стало человеком, Иисусом, словом Бога. Любой, кто хотя бы поверхностно познакомился с содержанием Корана, обнаружит его сходство с Ветхим Заветом и убедится, что Коран, без сомнения, переписан с Ветхого Завета. Откройте Коран. Его повествования запутаны. Неяс. Мухаммад, должно быть, узнал эти истории от своих друзей-евреев в Медине, где он жил в то время. В Медине, как он сам утверждал, он получил большинство откровений, которые затем вошли в книгу Коран. Его седьмая жена Райхана, а также девятая София, были еврейками. Его первая жена, Хадиджа, имела христианские корни. Ее дядя был христианином. Его пятая жена, Марьян, перебежала к христианской секте из Египта. Жены, несомненно, рассказывали Мухаммаду об историях, содержащихся в Ветхом Завете, о событиях, народах и пророках. Двадцать восемь имен, упомянутых в Коране, встречаются в Ветхом Завете. Адам, Ной, Исаак, Иаков, Исмаил и так далее. Мне хотелось бы узнать у вас, уважаемый, что же написал Иаков, или что написал Исмаил, Давид, Соломон, или Илья. Сказочные отголоски этого слышатся в пятой суре Майда, трапеза. Я прочитаю вам только тридцатый и тридцать первый аяты. Душа с его под тяжестью дурных страстей к убийству брата побудила, и он убил его, и стал свят тех, кто обречен на тяжкую потерю. И вот послал Бог ворона ему, который стал рыть землю, чтобы показать ему, как скрыть всю непредглядность трупа его брата. Понятно, что здесь говорится Акаина и Ави. Оказывается, в Коране их имена вообще не упоминаются. Здесь рассказана история, которая попала в Библию, Верхний Завет, через 200 лет после рождения Иисуса. Адам и Ева оплакивают смерть сына Авеля. Они сидят возле его трупа, не зная, что делать, так как им еще ничего не было известно об обряде похорон. Бог послал к ним ворона. Ворон разрыг землю, таким образом показав Адаму и Еве, как нужно хоронить Авеля. Почти слово в слово, как в Коране, с той лишь разницей, что Авеля похоронили Адам и Ева, а не брат Каин, как это сказано в Коране. Если бы Ислам уходил корнями к Аврааму, тогда мы бы наверняка нашли бы в Ветхом Завете упоминания об Аллахе, Мухаммаде, Мекке, Черном Камне, Каабе и о многих других традициях и ритуалах Ислама. Но в Библии отсутствует упоминание о Мухаммаде. В Библии не имеется никаких упоминаний о чем-либо исламском, и поэтому разумнее будет заключить, что Ислам вырос из политеистической и анималистической культуры пленни, которому принадлежал Мухаммад. Жители Мекки на самом деле поклонялись 360 идолам, а отец Мухаммада, как его звали? Если Мухаммад принес новое откровение, как тогда получилось, что имя его отца было, как известно большинству из вас, Абдалах, что буквально значит раб Аллаха, раб Мога? В Коран попала история, содержащаяся в одном сомнительном Ветхозаветном документе. Царь Сулейман Соломон собрал насмотр всех птиц, вовремя не прилетел только удод. Но вот перед царем появляется и задержавшийся где-то удод и рассказывает ему человеческим голосом о том, что он видел в мире. Есть на земле Сабийское царство, которое не подчинено тебе, царь мой. Им правит женщина. В Коране конец этой истории великолепия. Удод улетел обратно в Сабу, чтобы передать царице письмо от Соломона. Позже царица прибыла во дворец к Соломону. Увидев там хрустальный пол, она подумала, что это водяная пучина и, подняв платье, чтобы оно не намокло, хотела ступить в воду. В Коране царь Соломон говорит царице Савской, это не вода, это не море, это хрусталь. Что за волнующая история описывается в Коране. Так что, ваше писание заимствовано, причем значительной мере. Почти 130 раз в Коране упоминаются фрагменты сюжетов из Библии, Псалтирии и Евангелия. В суре Аль-Имран, семейство Имрана, очень близко повторяется библейский сюжет. Здесь рассказывается знаменитая история о Захарии, его жене и рождении у них Сына. Христианин будет изумлен, узнав, что Мухаммад не верил в Троицу, Святой Дух и Воскрешение Иисуса. Чтобы понять, почему он в них не верил, мы должны обратиться, во-первых, к исследованиям историков, во-вторых, к доктринам христиан-сектантов. Христиане-сектанты перебрались на Аравийский полуостров в 140-м году нашей эры, то есть задолго до рождения Мухаммада. Накторин, бывший в 428-м году патриархом Константинополя, не верил в те истины, которые мучит Библия, и поэтому был отвергнут Церковью Христовой. И что же он сделал? Накторий и его последователи разъехались по разным местам, в том числе в Персию и на Аравийский полуостров, где они познакомились с семьей пророка. Вот под их то влиянием Мухаммад и сформировался как личность. Большинство христианских ученых верят, а история ислама подтверждает, что Мухаммад общался с христианами во время поездок в Дамаск. Он встречался с отшельником, который рассмотрел в нем признаки, присущие пророку. Спустя 12 лет отшельник Бухайра убедил Мухаммада в его возможностях, странствовал вместе с ним и рассказал ему о том, что знал сам и что мы с христианской точки зрения называем библейскими историями. Как следует из древних арабских хроник, арабы якобы имели семь знаменитых храмов, посвященных семи планетам, среди которых был храм Сами, построенный в честь Венеры, а также один храм в Мекке, посвященный Сатурну. В древние времена среди арабов преобладал культ камней. Камни эти имели форму, подобную знаменитым египетским обелискам, где были 10 футов высоту. Вы можете отправиться со мной в Южную Иорданию и посидеть рядом с подобным обелиском, дошедшим до наших дней. Древние арабы вырезали из подобных камней столбы и поклонялись им. Я хочу спросить, когда вы совершаете хадж, почему вы целуете тот камень с дальней Кааба? Да простят меня ангелы, они были назначены охранять эту постройку, но, как я считаю, очевидно, небрежно отнеслись к своим обязанностям, так как Аврааму и его сыну Исмаилу, как мы знаем, Бог повелел восстановить Каабу, придав ему первоначальный вид. Позже Кааба тоже подверглась восстановлению. В Коране упоминаются имена некоторых идолов древних арабов. Например, Аль-Лат, главный идол города Тайфа, ассоциировался у них с божеством женского пола. Арабы также поклонялись идолу Аль-Уза, который выглядел как бамбуковое дерево. Идол Манадж был огромным жертвен камнем. Еще они поклонялись идолу Сур. Все они ассоциировались у арабов с божествами женского пола. Идол Яфус выглядел как лев, идол Ляха как лошадь, а идол Насар у него вид орла. Напротив самой Каабы находилась огромная фигура идола Хубала, олистворявшего божество Мекки. Давайте рассмотрим знаменитый мирадж Мухаммада и его чудесные перемещения в Мерусалим. Однажды ночью он вознесся на небеса верхом на животное, имевшим женское лицо, и, насколько мне видится, покрытым косметиком. Альша, жена Мухаммада, что довольно удивительно, во весь голос объявила, что тело пророка Аллаха не исчезло, так как накануне ночью Аллах взял для этого путешествия только его душ. Вот отрывок из Суры Бани Израиль, который также называется Аль-Исра. «Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую». Коран Сура 17, аят 1. Искусно составленный рассказ об этом видении приводится в книге хадисов Нишкат Аль-Масабих на страницах 518-520. Мухаммад рассказал, как ангел Гавриил взял его на небеса. Он, Мухаммад, сидел верхом на крылатом животном, и ангел за одну ночь показал ему все семь небес. Наутро Мухаммад объявил, что он видел на небесах Авраама, Моисея, Иисуса и других. Как удивительно говорят его последователи. Но на самом деле это не столь удивительно, если вы знаете истину. Дело в том, что эта история изложена в записях, которые называются Завет Инна, глава 1, стихи 1 и 4 по 10. Вот о чем там говорится. В первый день месяца я был в своем доме и отдыхал на своей постели и спал, а когда я спал, великое отчаяние проникло в мое сердце и затем явились мне мужи. Они стояли у моей постели и звали меня по имени и я очнулся ото сна. Не берись храбрости, Инна, не бойся, вечный Бог послал нас к тебе. Сегодня ты поднимешься с нами на небеса, ангелы взяли его на свои крылья и подняли на первые небеса. То есть все, что Мухаммад увидел на небесах, подробно описано в более раннем документе Завете Авраама. Мухаммад утверждает, что он якобы отправился в Иерусалим и там молился в мечети отдаленнейшей, хотя, как известно, храм был к этому времени разрушен. Вы представляете, как это можно сделать? Может быть, он молился в душе. Отдаленное место молитвы, называемое сейчас мечетью Аль-Акса, было построено лишь в 12 веке, и первоначально здесь была сооружена церковь. Через два века мечеть ее сделал Салахуддин. Иными словами, во времена так называемого небесного странствия подобного места еще не существовало. Даже мечеть, купол скалы, так ценимая мусульманами и другими верующими, была построена также позже. К тому же году относится сообщение древнего историка Абу Иса из Марокко. Он считал, что самым древним в мире народом, уверовавшим в единого Бога, были сабии. Это слово упоминается в Коране. Сура II, их родным языком был сирийский. Послушайте, что я сейчас вам скажу. Сабии даже считали, что Адам является их прародителем, так же, как и Сева. Сева – сын Хуша, внук Хама, правнук Ламеха. Бытие, глава 5, стих 25, 32, глава 10, стих 7. Сабии были единобожниками, совершали жертвоприношения и молились 7 раз в день. Впоследствии мусульмане сократили число молитв до 5. Сабии держали пост 30 дней в году. Это именно то, что делают мусульмане каждый год в месяц Рамадан и прерывали пост на закате солнца, подобно тому, как это делают мусульмане в наши дни. Доктор Ахмад Шах, один из моих друзей из города Лакхнау, Индия, написал книгу под названием «Теология мусульмане и христиане». Он сообщает, что многие люди ошибочно принимали Сабии за последователей Иоанна Крестителя, поскольку Сабии, помимо всего прочего, проходили обряд крещения. Доктор Ахмад Шах добавляет, что кроме Бога они также поклонялись звездам и ангелам. Вот еще одна несуразица, содержащаяся в Коране, прежде всего с научной точки зрения. Послушайте, а когда дошел он до заката солнца, то увидел, что оно закатывается в источник зловонной. Коран Сура 18 аят 84 86 Согласно предрассудкам эпохи Мухаммада, солнце могло закатиться в зловонный источник. Другой совершеннейшей загадкой для меня является упоминание в этой же суре имени Александра Великого. По-арабски его называют Зуль Карнайм, то есть человек с двумя рогами. Коран Сура 18 аяты с 83 по 98 Коран наделяет его качествами пророка и он якобы был вознесен Богом на небеса. Чтобы вы поняли, я прочитаю сейчас 15 аят из Суры Аль-Нахи «Пчелы» «И бросил он на землю горные твердыни, прочь настоящие в недвижности своей, не якоря, как переводят эти слова на английский язык, и каждый араб видит, что это неверно». И это еще одна из загадок для меня. Или вот еще пример, Сура 15 Аль-Хиджр аят 74 «И обратили мы вверх этого вниз и пролили на них дождь камней из глины, и по сей день это одна из обязанностей паломника. Кинь семь камней, спросите любого паломника». Спасибо.